Хотели как лучше, получилось как всегда. В селе Жаманжола Байского района по дорожной карте были выделены средства для улучшения ситуации с водоснабжением. К ремонту приступили, выкопали старый водопровод и на этом работы забросили. В итоге проблема с водой только усугубилась. Подробнее Ирина Обещевич. Вот так вот. Вот, 21 лет. Мы еще, когда у нас телевизор переключался, да? А ты подскользнулся, ты туда упадешь. Катастрофическая. Да, катастрофа, для людей вообще это катастрофа, потому что здесь сейчас и крестьянские хозяйства, людей, скот, дети, воды нету. Приехали в октябре как коршуны, извините за выражение, раскопали, повытаскивали трубы железные, все поздавали. Что попало, закопали, неизвестно как. Неизвестно как, это еще продержится. Держится. И уехали. В селе Жаманжол Абайского района люди возмущены до предела. Еще месяц назад им перерыли на протяжении всего села водопровод, вынули чугунные трубы и на этом бросили. Зачем отсутываться трубой? Ну, куда это нужно сделать? Деньги поделили, купили, кому что надо, и все. А начиналось все с обещаний улучшить водоснабжение на селе, где пользователями являются 42 потребителя. Якобы не у всех в домах был водопровод. И теперь после реконструкции каждый сможет пользоваться благами цивилизации по счетчикам. И мне приходится тащить фляги туда, вот сюда за водой ходить. Хотя я жил, у меня вода была дома. Кран дома, титан, ванна. А теперь, представляете, из такого комфорта перестроятся вот в это. Помимо людских нужд в селе у всех скот, на который нужно много воды. Еще несколько дней назад тут и вовсе не было живительной влаги. Но теперь запустили две колонки. По морозу с флягами не каждый может сделать запасы. Дошло до того, что в озере делали прорубь и оттуда черпали воду. Это вредительство. Самое натуральное вредительство. Это вредительство. Раньше так не делали. Мы это стреляли раньше. Помимо проблем с водой, село сейчас напоминает место боевых учений. Попасть с одной части на другую невозможно. Кругом траншеи после вырытых трупов. Были случаи не только падения туда скота, но и людей. Дети вынуждены искать обходные пути, чтобы попасть в школу. Зачем вообще нищая организация взяли за нас? Вы видите, за мой рождение? У вас ничего нету. Как выяснилось, для замены 3,5 километров водопровода села Жаманжол выделены денежные средства по государственной программе. Договор был заключен в октябре. Почему было решено начинать замену на пороге зимы, остается загадкой. Равно как и то, куда подевались чугунные трубы. По словам руководителя Жигерсу, на сегодняшний день 70% работ проделано. Однако погодные условия не позволяют дальше действовать. Износ данных сетей составляет более 90% старых сетей. Сегодняшний день, текущий ремонт, он предусматривает замену всех сетей поселка, что позволит снизить уровень аварий. До этого у нас происходила авария, она текла, и потери были бешеные. Но, слава богу, деньги выделили в рамках этой программы. Я думаю, проблем в дальнейшем сейчас, конечно, кое-какие планировочные работы. Грунт замерз, и кое-какие планировочные работы, может быть, останутся на весну. Я хочу заверить жителям в том, что в течение недели, 10 дней мы эти работы завершим. В местном Акимате также заверяют, что все на контроле, и до Нового года все работы завершат. Вот только людям от таких обещаний не легче. Я сам держу все на контроле, все, что от нашей стороны, все делается. Но, я думаю, если неудобство есть, это все временно, в связи с ремонтной работой. Когда ремонты ведутся, неудобство всегда бывает. Это никто не исключает. Ну, договор у подрядчика КГБ «Джигарсу» до 31 декабря текущего года.